Всем здравствуйте, дорогие друзья! Это обучающая 15 минутка с Зератулом. И мы приступаем к тематике вопроса, кто должен стоять на линии, кто должен собирать компы и так далее. Все на примере той же абсолютно неподобранной катки, рандомной. Мы быстренько разберем, кто, как и где, что должен делать. Вы зареспились на карте. Вот вы в пятером, как я вам уже сказал в предыдущем видео, пошли драться на центре. Что должно произойти дальше? Вот вы деретесь, деретесь, деретесь какое-то время. И вы должны себя словить на мысли, что примерно на 20 секунде вы должны разойтись. То есть, если враги этого не делают, это вам в плюс. Если враги это делают, это вам в минус. Если этого не делаете вы, то это вам в минус. Соответственно, я чуть раньше здесь, я за Зератул играю, по-моему, попытаюсь пойти в другую линию. А нет, я еще попытаюсь тут кого-то поубивать, да. То есть, вот смотрите, 18 секунда игры, снизу миньонов еще нет. Я это вижу, я это знаю, я это помню. Вот я здесь пытаюсь в кого-то влететь, пытаюсь в кого-то продамажить. Я вижу, что тут бессмысленно, пока дэмэдж мне не позволяет это сделать. Я еще немножко постоял, и примерно на 24 секунде я сейчас уйду. Да, вот я убил лепешку загара и ухожу. Итак, фиксируем. Как должна происходить, по крайней мере, на старте катка. Вот вы в пятером собрались. Дальше у вас есть, да, у вас есть. Но вот в данной катке у нас есть танк, убийца, хил, лекарь и рубака. А также второй убийца. Когда вы видите, что миньоны соприкоснулись, ваша первостепенная задача, это пойти на линии. Мы видим, что именно это я и делаю. То есть, вот я пришел, в принципе, вовремя. Начинаю брать миньонов. Какие ошибки совершает моя команда и какие ошибки совершает команда врагов? Моя команда совершила фатальную ошибку. Она не пошла наверх. У нас абсолютно пустая верхняя линия. Это грубая макро ошибка. Макро ошибка это игра в карту. Макро ошибка это игра в глобальной перспективе. В глобальной игре на карте. То есть, моя команда не собирает опыт наверху. Какую ошибку делает команда синих? Она слишком зациклилась на драке. И сейчас они впятером дерутся с четырьмя моими союзниками. Да, возможно, они кого-то убьют. Но опыт, который они получат, будет меньше, чем опыт, который получу я и тот, кто у нас должен был идти, но не пошел за убийство двух этих патч. Соответственно, фиксируем. У вас на центре это некий устоявшийся базис. Он может варьироваться. Вы можете играть какие-то механики. Но вот самый базовый вариант, ультрабазовый вариант игры это когда на центре у вас стоит танк, лекарь и убийца. На нижней линии или на верхней, неважно, у вас стоит убийца. На второй, верхней или нижней линии стоит рубака. То есть, таким образом мы имеем ситуацию 1-3-1. 1 наверху, 3 на центре, 1 внизу. Зачем так? Таким образом вы собираете опыт со всех трех линий. Со всех трех линий, да, вот можно вот так показать. Со всех трех линий. И при этом у вас на центре находятся три игрока. Три игрока. Один из которых может с этого центра уйти. Почему? Этого я еще не озвучивал, но это и так, как по мне, логикой понятно. Опыт, который выпадает из героев, может получить... Ну, для его получения достаточен хотя бы один игрок. То есть, если хотя бы один игрок находится на линии, и он находится достаточно близко к миньонам, или он их вообще сам уничтожает, то вы получаете опыт. Так вот, у нас на центре, как вы помните, в правильной игре, а здесь не правильная игра. Не со стороны синих, не со стороны красных. У нас на центре, в правильной игре, должно быть трое. Зачем это нужно? Затем, что в таком случае один собирает опыт снизу, один собирает опыт сверху. В это время два игрока по центру держат других игроков вражеских. И один, в нашем случае это должен был быть фолста, идет собирать кемпы, которые появятся через 20 секунд. То есть, сейчас мы перемотаем время до нужного нам тайминга и зафиксируем. Смотрите, я как стоял снизу на зературе, так и стою. У нас Рагнарос совершает ошибку, потому что это он должен был пойти наверх. Однако Рагнарос посчитал, что фолстаду будет проще перемещаться по карте. Фолстад это герой глобал. Глобал это герой, который могут очень быстро переместить с одной линии на другую. Так, например, фолстад может перелететь полкарты. Светик может перелететь полкарты. ЕТЦ может прыгнуть ультой через всю карту. И, соответственно, Светик, кстати, тоже по всей карте перемещается, если есть там герой. Дехака может в любой кустик. То есть, разумно ли это было? С моей точки зрения, все же Рагнарос должен был пойти наверх. Но он не пошел наверх. Это, в принципе, приемлемо с учетом того, что наверх пошел фолстад. Ладно, окей, именно фолстад. Вот у нас теперь, наконец-то, правильная игра началась. То есть, снизу один, сверху один, по центру двое. Да, здесь немножечко произошла рокировочка. Рубак не пошел наверх, а пошел собирать кемпы. И вот тут как раз-таки мы вспоминаем то, о чем я говорил. Зачем на центре нужно три игрока? Затем, что в случае, если это танк, убийца и хил, лекарь, а у вас так и получается, потому что в моей логике один убийца идет на соло, один рубак идет на соло, у вас в команде остается танк, убийца и лекарь. Вот, соответственно, в таком случае остается лекарь и танк. Вот у нас именно это и произошло. Это правильно. То есть, у нас остается лекарь и танк. А в это время убийца, но в нашем случае у нас произошла рокировка, и у нас не убийца, а рубака берет кемпы. Ну вот, он ошибается. Этот конкретный рубака ошибается и идет обратно на центр. Это грубая ошибка. Потому что он должен был сейчас пойти и взять осадку. После этого он должен был пойти сюда и уже попросить помощи лекаря, который стоит на центре. Зачем я вам это все объясняю? Затем, что вы должны зафиксировать, что все это время, в которое здесь происходит игра, у вас ни разу не сдвинулся с линии верхний игрок, у вас ни разу не сдвинулся с линии нижний игрок и ни разу не сдвинулся с линии центральный игрок танк. То есть, у вас в начале игры на двух линиях стоят герои, а с центральной линии уходит лекарь и дамагер. В нашем случае лекарь и рубака, потому что здесь произошла рокировка. Но это, на мой взгляд, неправильная рокировка, потому что убийца быстрее берет кемпы. По крайней мере, в начале игры при помощи лекаря. То есть, таким образом, вот на данный момент, с учетом того, что я точно знаю, во сколько на этой карте появится первый дар, на данный момент Рагнарос должен был пойти, взять осадку и после взятия осадки сразу идти на хардкэмп. Таким образом, таким образом, на карте ни разу не создалось бы ситуации, когда на трех линиях у красной команды не собирается опыт. Это очень важный момент, ребятки. Пока объекта нет на карте, очень важно одновременно и брать кемпы, и собирать опыт. И брать кемпы, и собирать опыт. Если вы где-то не собрали опыт, но взяли кемп, то вы вышли в ноль, но это все равно плохо. Но вот если вы и собираете опыт, и берете кемпы, вы получаете преимущество, потому что дар, который появится у вас на карте, да, он появится. С учетом того, что на двух других линиях, благодаря деятельности вашего убийцы с центра, или в нашем случае рубаки, но опять же это на мой взгляд ошибка. В таком случае, на двух других линиях, где этот объект не находится, будут идти ваши кемпы. И у врагов будет выбор, дефать их, либо не дефать. В случае, если они их дефают, они отдают объект. Потому что вы, если все правильно делаете, на объект идете в пятером. И тут мы подходим к очень важному моменту. А что делать, когда объект появился? Сейчас мы до этого момента доиграем. Здесь, кстати, видите, вот этот пинг. Это я пинговал фалстаду, что он теряет опыт. И вот у нас мы видим ситуацию. Рагнарос начал забирать осадный кемп. Это ошибка. Почему? Потому что на 2.30, а у нас, а, еще не 2.30. Короче, вот-вот, уже вот-вот, у нас появится дар. Что мы видим? Рагнарос только-только забрал осадку. Я же вам скажу, что вот по этим часам на 2.30 появится первый дар. К этому моменту должны быть взяты все кемпы. К этому моменту вы должны подтягиваться. Соответственно, соответственно, на момент 2.30, да? То есть, когда вот появляется непосредственно объект, вот смотрите. Оп! Вот он появился, да? Вот на момент 2.30 секунд у вас уже должны идти все кемпы, а ваша команда должна стягиваться на объект. Что мы видим у команды синих? У них есть ошибки и есть не ошибки. Ошибка номер раз. У них, к сожалению, центр пустой. Это грубая ошибка. Но при этом, при этом, у них кемпы взяты. У них идет верхний кемп и они, ошибка номер 2, опоздали с хардой. Но! Вот тут важный момент. Они харду возьмут практически вовремя. То есть, смотрите, видите? 20 секунд до появления дара. 19, 15 тут и так далее, да? И вот они взяли. И теперь давайте зафиксируем, какие ошибки совершены на этот момент и какие нет. Команда синих совершенно правильно, прямо перед даром взяла все кемпы. Но совершенно неправильно. Во время взятия этих кемпов делала это все вместе. Почему это неправильно? Потому что если бы команда синих, например, брала кемпы исключительно лекарем и дамагером, правда у них тут вообще специфичный пик, но предположим, что в роли дамагера выступала бы Заря или Загара. Неважно, да? Если бы она делала это двумя героями, то в это время на трех линиях собирался бы опыт. То есть, вот у вас время появления объекта. Перед этим временем из вашей пятерки двое, это лекарь и дамагер, уходят брать кемпы. Трое остаются перед объектом, да? Брать опыт. Вот у вас остается 30 секунд до объекта. Ваш лекарь и убийца объединяются вместе с остальной командой. И вы в пятером идете занимать позицию перед объектом. Сейчас мы видим, что ни команда красных, ни команда синих этого не делает. Потому что команда красных тут вообще по всей карте ходит. Команда синих по всей карте ходит, а объект уже появляется. У нас 13 секунд до его появления. И вот он появился. И внимание, объект появился, внизу два синих, один красный. И все команды, обе, находятся фиг пойми где. Такого быть не должно. У вас должна быть структура игры. Три игрока собирают опыт. Это танк, убийца и рубака. Два игрока, это лекарь и убийца, ходят, собирают кемпы. Да, безусловно. Я уверен, что найдутся знатоки, которые придут мне в комментарии. Напишут, что это слишком базовый вариант игры. Есть куча других альтернатив. Ребят, данная рубрика подписана как рубрика новичкам. И для них необходимо понять хотя бы базис. Базисом является стандартная классическая ситуация 1-3-1. Если что, дорогие новички, вот это вот 1-3-1, это я так это называю. У этого нет какого-то там всеми принятого единого названия. Суть в том, что есть еще куча других стратегий. Есть дабл сок. Об этом мы тоже поговорим. Это когда один герой собирает опыт с двух линий, а остальные четверо героя находятся на третьей линии. Есть игра с двумя хилами и так далее. Ребята, кто более опытный, не душите это видео. Не душите его своими комментариями касательно темы, что есть куча других стратегий. Я рассказываю для начала базис. Стратегии 2 хила, дабл сок и так далее мы тоже затронем. Соответственно, вам нужно зафиксировать, дорогие мои игроки, что у вас должна всегда быть на карте ситуация, когда на всех линиях есть по герою, лекарь и убийца собирают компы. И в тот момент, когда вот появляется отсчет, что 30 секунд до объекта, все компы должны быть взяты, все должны объединиться в пятерку. И этой единой пятеркой должны быть возле алтаря. Это единственное время, когда вашей команде разрешается терять опыт. Единственное время. То есть, только пока вы деретесь за объект, вы можете терять опыт. И то, и то, в случае, если эта драка за объект слишком затянулась, и вы понимаете, что какого-то, ну, исхода нет, есть лайфхак, очень хитрый, во время того, как кто-то сражается за объект, и если эта драка не прекращается в течение полутора минут, допустим, да, то есть это какая-то очень затяженная драка, имеет смысл кому-то одному идти собирать опыт, получить преимущество, и тогда вы, скорее всего, и заберете этот объект, либо потеряете, но получите опыт и преимущество в игре. То есть, вот к этой хитрости, когда один уходит с объекта, к ней нужно очень крайне осторожно возвращаться, и о ней мы тоже как-нибудь поговорим. Однако время мое подошло к концу, а это у нас обучающая 15-ти минутка, поэтому будем заканчивать. Самое главное, что вам нужно зафиксировать и запомнить, три игрока собирают опыт, два собирают кэмпы, перед объектом вы собираетесь все вместе, собрались все вместе, взяли объект, в это время на других линиях вы можете потерять какое-то количество опыта. Потом объект взяли, обратно на ту же схему. Один наверху, три на центре, один внизу. И так всю игру. На этой ноте я заканчиваю. В следующем видео мы поговорим о других аспектах макроигры. Обязательно ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, на группу Касов, что батлнете, серых дискорд. Пожалуйста, оформляйте спонсорки, это очень важно для поддержки моего канала. На этом у меня все. Пока-пока.